Можем ли мы подсчитать, сколько кораблей и самолетов пропало в Бермудском треугольнике? Стали ли их исчезновения результатом человеческой ошибки или погодных явлений? Давайте попробуем это выяснить. Любопытная история произошла с судном Катапахи. Этот корабль исчез в 1925 году, следуя из Чарльстона в Южной Каролине в Гавану на Кубе. Он так и не достиг пункта назначения. Спустя годы, в 80-х, обломки судна нашли в 65 километрах от Сент-Агостина, штат Флорида. Поскольку специалисты не могли определить, что это и откуда взялось, они прозвали находку «Медвежьи обломки». Потребовалось много лет работы морских биологов, чтобы установить, что это останки судна Катапахи. Об открытии объявили в январе 2020 года. Почему пропавший корабль появился вновь? И как его обломки оказались за пределами Бермудского треугольника? Давайте посмотрим, кто придумал этот термин «бермудский треугольник». Кстати, вы можете найти его на карте? Нет, потому что официально это место не признано. Бермудский треугольник не обозначен ни на одной карте мира. Никто не договорился о его точных границах. Существует лишь предположение, что его площадь составляет от 1 миллиона 300 тысяч до 3 миллионов 900 тысяч квадратных километров. Регион имеет нечетко выраженную треугольную форму. В 1964 году американский автор по имени Винсент Хейс Гэдис впервые употребил название «Бермудский треугольник» в статье для журнала «Аргаси». Он использовал его для участка треугольной формы, который бесследно уничтожил сотни кораблей и самолетов. Количество пропавших кораблей и самолетов определить довольно сложно, потому что некоторые из них исчезли, не оставив следов. Их обломки найти не удалось. Но есть записанные истории, которые должны нам помочь. Легенды о «Бермудском треугольнике» появились еще в 15-м столетии, например, с участием Христофора Колумба. Пересекая Атлантику, он прошел мимо этого участка в конце 15-го века. В месте, теперь известном как «Бермудский треугольник», он увидел огромный язык пламени, который, казалось, просто упал в океан. Позже он увидел необычный свет, мигающий вдалеке в том самом месте. Как и многие другие моряки, он отметил странное поведение компаса. «Звено-19», состоявшее из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков военно-морского флота США, в 1945 году тоже внесло свой вклад в легенду о «Бермудском треугольнике». «Звеном» командовал лейтенант Чарльз Тейлор, и, согласно отчетам, самолеты пропали в треугольнике без видимой причины. Поскольку в то время у пилотов не было GPS, им приходилось полагаться на компасы и следить за тем, как долго они летят в определенном направлении и с какой скоростью. Вскоре после выполнения задания оба бортовых компаса перестали правильно работать. Записи, найденные после исчезновения самолета, указывают, что в тот день у Тейлора не было часов. В первом отчете говорилось, что в печальном событии виновата ошибка пилота. Однако, поскольку люди не были удовлетворены таким вердиктом, он был изменен на причины после нескольких проверок невыяснимо. Спустя несколько десятилетий пилот Брюс Гернан, переживший другой инцидент в этом месте, предположил, что во время пролета над треугольником он прошел через электронный туман и совершил путешествие во времени. В 1970 году он спокойно летел на своем самолете, когда его окружили два огромных облака. Они образовали водоворот и закрутились в спираль. Как и многие предшественники, он заметил, что навигационные приборы не работают. Когда Гернан в конце концов выбрался из облаков, он обнаружил, что его полет занял всего 35 минут. В общей сложности он должен был лететь 75 минут. Не найдя разумного объяснения тому, что он пережил, пилот решил, что переместился во времени. Над Бермудским треугольником видели не только облака странного вида. В 2014 году один пилот вспомнил, что чуть не столкнулся с летающим объектом, который не смог идентифицировать. Некоторые из таких стран встреч удалось заснять на пленку. Например, в начале 2015 года пассажиры одного из рейсов заметили любопытный объект, парящий над океаном. Что это было, еще предстоит выяснить. Ладно, не все гипотезы насчет Бермудского треугольника звучат безумно. Например, океанографы тоже пытаются объяснить, почему там исчезают корабли. Недавно они вернулись к одной из своих старых теорий – волнам-убийцам. Это огромные стены воды, которые поднимаются внезапно. Если несколько таких волн возникают одновременно, они накладываются друг на друга. При высоте одной волны в 10 метров комбинация нескольких волн может создать волну-убийцу, превышающую 30 метров. Такая волна способна потопить даже большой корабль. Метеорологи тоже придумали свое объяснение – шестиугольные облака. Эти необычные облака могут создавать ветры со скоростью до 270 км в час. При этом они бывают довольно крупными – до 30 или даже 90 км в поперечнике. Порывы ветра, вызванные такими облаками, создают 15-метровые волны. Магнитное поле Земли также может играть роль. В Бермудском треугольнике компасы указывают на истинный север – географический северный полюс, а не на магнитный север – смещающийся магнитный северный полюс. Поскольку для Бермудского треугольника эти два направления полностью совпадают, может возникнуть магнитное явление, вызывающее сбои в работе навигационных приборов. Это называется агонической линией. Проблема в том, что, по словам ученых, эта линия перемещается каждый год. Возможно, когда-то она проходила через Бермудский треугольник, но сейчас она проходит через Мексиканский залив. Другие странные природные явления, отмеченные у побережья Норвегии, могут помочь объяснить, почему Бермудский треугольник погубил столько кораблей. Там есть несколько кратеров шириной до 800 метров и глубиной до 50 метров. Ученые считают, что они образовались из пузырей метана. Этот газ, по-видимому, выходит из месторождений, скрытых глубоко в морском дне. Когда газ достигает определенной концентрации, он вырывается на поверхность и вызывает извержение. Но действительно ли пилоты и капитаны сегодня избегают этого района? Может ли это объяснить, почему в наши дни там пропадает меньше экипажей? Если вы когда-нибудь летали из Майами в Пуэрто-Рико, вы наверняка знаете, что это не так. Что касается кораблей, то если бы люди избегали Бермудского треугольника, почти все отпуска на Карибах пришлось бы отменить. По сей день через Бермудский треугольник пролетает множество рейсов. Очевидно, никто его не избегает. Это место лежит на одном из самых оживленных судоходных путей в мире. В Бермудском треугольнике ежедневно наблюдается интенсивное движение как по морю, так и по воздуху. Но этот район действительно подвержен тропическим штормам и ураганам, которые случаются очень часто. Не стоит забывать, что через Бермудский треугольник проходит гольфстрим – сильное течение, вызывающее резкие изменения погоды. Кроме того, в Бермудском треугольнике находится самая глубокая точка Атлантического океана. Глубина желоба Пуэрто-Рико там достигает 8742 метров. Так что, если подумать, разгадка тайны состоит в идеальном сочетании человеческих ошибок, сложной погоды и большого количества судов. Это подтверждают данные, предоставленные береговой охраной США. Если посмотреть на процентное соотношение, то количество кораблей и самолетов, пропавших в Бермудском треугольнике, ничем не отличается от других мест. Исчезновение происходит не чаще, чем в любом сопоставимом регионе Атлантического океана. Официальная статистика утверждает, что около 50 кораблей и 20 самолетов бесследно исчезли во время путешествий через этот регион. Есть еще одна причина, по которой общее число трудно определить. Судно может считаться пропавшим, а записи о его поисках отсутствовать. Некоторые события, как позже выясняется, вообще не происходили в реальности. Например, авиакатастрофа 1937 года у берегов Дейтона-Бич в штате Флорида. В местной прессе о ней не нашлось никакой информации.